Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Интересная статья вышла в The Telegraph, которая пишет, что до сих пор на Западе политики, да и многие обыватели, тупо не верят, что Россия на них нападет. Только хочется действительно схватиться за голову, потому что действительно такие настроения частично у них есть. И некоторые люди считают, что Россия захватит Украину, она же остановится, она дальше не полезет. То есть, я даже не знаю, как таких людей можно назвать. Это люди, мягко говоря, тупые, да? Мягко говоря, которые вообще не знают истории, никогда ее не слышали, не делают никаких уроков, ничего вообще. То есть, живут в каком-то коконе, считая, вот сегодня у него есть вилка с сосиской, вот такая, с нее жир капает. Вот, суп, гамбург, я хороу. Он хомячет это все, больше его ничего не интересует. А, чтобы еще какую-то гадость по телевизору показали. Все, больше ничего не интересно. То есть, люди существуют в безвоздушном пространстве. Вообще не понимаю, как так можно говорить. Посмотрите, посмотрите на Вторую мировую войну, когда предок Путина Гитлер начинал все. То же самое, Англия себя как вела в тот момент. Чемберлин там был еще до Черчилля, помните? Подписывал с ним мир, возвращался, вернулся в Лондон с писюлькой. С писюлькой. Я, говорит, привез вам мир. В этот момент Гитлер начинал уже оккупацию Чехословакии, потом попер на Польшу, размез в пух и прах Францию. Но Чемберлин привез в мир. Не, никакой войны не будет. Вы что, о чем вы говорите? Да я сам, ну, ладно, такая далекая перспектива. Вот сейчас, в 22-м году. Я еще в 20-х числах февраля, лично я не верил, что Гитлер нападет на Украину. Честно, я не верил этого. Я вот, я еще, по-моему, 23-го числа записывал видео, говорил, да ничего этого не произойдет. Вы что, Гитлер не нападет? Ну, это же невыгодно. Это вообще чушь, такого не может быть, потому что такого быть не может. Я только так думаю, боже, война, это же тысячи трупов. Я не мог тогда представить, что на Россию приедет там уже, сколько там уже, 350 или 360 тысяч трупов. Мне даже такое, в самом страшном сне не могло бы присниться на тот момент, в начале февраля 22-го года, позапрошлого года. И я сам вот был среди таких, вы понимаете? Но сегодня, уже обладая опытом, вы помните, как Гитлер напал во Второй мировой войне, вы помните, как Гитлер напал на Украину, вот сейчас, в 22-м году, и пребывать в таком сладостном неведении, при всем при том, что пропагандисты расистские, которые являются ртами Гитлера современного, они же каждый день говорят о том, что они нападут на Балтийские страны, они нападут на Финляндию, они нападут на Польшу. Это как минимум. На Молдову, конечно же. На Молдову. Угрожают всем. И как можно в этой ситуации не верить тем, кто говорит... Понимаете, это как тебя уже встретил гопник в подворотне, вытянул нож, говорит, я тебя сейчас убью, а ты такой стоишь, да нет, разве он меня ударит ножом, мне такого быть не может. Ну, вроде такой приличный мужчина, что это, он ножом меня ударит? Конечно ударит. Конечно, 100%. Вот, поэтому, слава богу, сейчас в правительствах люди нормальные, но все там, кроме Орбана и частично ФИЦО. Все остальные, как бы, ну, более-менее при памяти, хотя бы в этом отношении, понимают опасность, исходящую от современного фашизма. И мы видим более-менее такую консолидированную позицию Европы. Ну, просто я же говорю, что многие элиты... Речь не идет о тех, кто сейчас во власти, но речь идет о тех... Вот частные разговоры между представителями, так сказать, элит или представителями едоков, то есть те, кто сидят, хорошо питаются, едят сосиску и не верят в том, что Гитлер на них нападет снова второй раз. Остается только развести руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова